Вот я когда смотрю рисунки телескопов по оптике, куда не зайдешь, они такие сложные, я сам их с трудом понимаю. Ну таково уж свойство рисунков оптических. Его когда рисуешь, вроде все понимаешь, когда нарисовал очень сложный рисунок, отвернулся, повернулся и уже ничего не понимаешь. Так что давайте мы понемножку разберемся, как работает телескоп. Давайте мы с линз начнем. Почему? Ну во-первых, потому что все-таки глаз линзовая система, а во-вторых, в линзах не меняется направление хода лучей, ну и проще разбираться. Разберемся в линзах, в зеркальных системах будет разбираться гораздо проще. Там дополнительно ничего такого сложного уж нет. Поехали. Значит, вот он глаз. Ну вот давайте разберемся вот с этим вот утверждением, что нормальный ненапряженный глаз настроен на бесконечность. В принципе, глаз у нас, здесь вот хрусталик, линза, это хрусталик, это линза, да, это линза с переменным фокусным расстоянием, он может подстраиваться. Вот когда предмет расположен перед глазом, предмет расположен перед глазом, вот я вот здесь показываю, видно там на экране, да, вот глаз подстраивается так, чтобы резкое изображение получалось вот здесь на сетчатке. Если мы будем вот эту точку предмета относить далеко, далеко, далеко туда, относить далеко, далеко, да, то у нас пучок будет стремиться к параллельному. Вот это и означает, параллельный пучок, параллельный пучок, в технической оптике это синоним, там, предмет в бесконечности. Такое уж общепринятое название, да, ну просто параллельный пучок. Больше тут ничего такого сложного нет, да, так, ну, виноват, астрономические объекты у нас, конечно, расположены очень далеко, и пучки, идущие от них, практически параллельные, да, и значит, вот, ненапряженный глаз настроен как раз на удаление, на наблюдение звезд, вот как получается. Нормальный, ненапряженный глаз настроен на наблюдение звезд. И только потом он может подстроиться на наблюдение предметов, расположенных на конечном расстоянии. И вот все визуальные приборы, дальше у нас будут там схемы, да, они конструируются, исходя из этого, что перед глазом должен быть параллельный пучок, от каждой точки предмет. Ну там, ладно, не буду забегать вперед. Зрачок. Вот у нас перед хрусталиком расположена диафрагма, которая ограничивает пучок, она называется зрачок. В зависимости от освещенности диаметр зрачка меняется в больших пределах. В яркий солнечный день диаметр его минимальный 1,1 мм, а в безлунную ночь диаметр зрачка достигает 8 мм. То есть вот диапазон 1,1 мм-8 мм. При нормальной дневной освещенности, вот при такой вот, да, диаметр глазного зрачка 2-3 мм, запомним это число, да, оно нам для нас окажется потом важным. Сетчатка. Вот у нас сетчатка. Что это такое? Ну это матричный фотоприемник, как в фотокамере вашего любимого смартфона. Ничего другого нет, да? Квант света, который попадает на этот элементик этого фотоприемника, создает электрон, выбивает там электрон в зону проводимости, да, это так называемый внутренний фотоэффект. Пошел фототок. Ну вот матричные фотоприемники, они недавно появились, можно сказать, на моих глазах, на моих глазах они появились, матричные фотоприемники, да? А глаз всегда таким был. Обратите на это внимание. На сетчатке 7 млн палочек и 130 млн колбочек. 7 млн палочек, 130 млн колбочек. Ну давайте, чтобы нам корень легче было извлекать, возьмем не 7, а 9. Мы же оцениваем, да? Значит, корень из девятки тройка, значит, 3000 на 3000 элементов палочек. Это так называемое желтое пятно. 130 млн колбочек, ну вот эти вот 3000 на 3000 фотоаппараты вот недавно достигли, правда? Вот только сейчас они. Разберемся сейчас. Два слова мы на эту тему скажем, да. Два слова мы на эту тему скажем. Дальше, 130, давайте возьмем 144, значит, 12000 на 12000 фотоприемная матрица. Вот фотоаппараты до такого еще не дошли. А глаз, он всегда такой был. Что? Нет, я сейчас говорю о, вот второе, там, 130 млн, это колбочки. Вот именно палочки различают, как говорят, мелкие детали изображения. И палочки, они не разбросаны по сетчатке, а они сосредоточены в небольшом диаметре, порядка 1 мм, в желтом пятне. Ну и вообще надо сказать, что природа очень экономно глаз сконструировала. Вместо того, чтобы вот эти палочки разбросать по всей сетчатке, да, вот как разбросаны колбочки, да, 130 млн, да, эти палочки сосредоточены в одном желтом пятне. Почему? Ну, голова-то у нас на шее, она подвижная, да, и мы всегда область, которую нам хочется рассмотреть получше, да, разглядеть мелкие детали, мы всегда можем совместить с этим желтым пятном. Вот оно как устроено. Ну и вообще вот, чем больше изучаешь глаз, да, чем больше о нем узнаешь, тем больше поражаешься, вот, что природа, она все законы оптики хорошо знает, да, а мы их с вами один за другим с трудом открываем. Вот про матричный фотоэлемент я сказал, да, вот еще линзы, у которых показатель преломления меняется по мере там удаления от оси, они называются градиентные линзы. Так вот, такие градиентные линзы, они создают лучшее качество изображения, чем линза из однородного материала оптического. Ну вот, градиентные линзы, да, им, наверное, лет 50, а глаз всегда был градиентной линзой. Сколько существует глаз, да, вот у него как раз показатель преломления по мере удаления от оси меняется. Вот оно как. Еще, вот, недавно открыли, это уже, вот, наверное, я не знаю, десяток лет, наверное, тому назад было открыто, что палочка, ну, она же вот, наверное, там в учебниках вы смотрели, она такая вытянутая в сетчатке, да, и на наружную поверхность сетчатки выходит только часть ее. Так вот, эта палочка представляет собой волоконный световод. Что такое волоконный световод? Это структура, у которой центральная часть, сердечник, имеет больший показатель преломления, чем наружная оболочка. В результате на границе возникает полное отражение, ну, еще называют его полное внутреннее отражение. Вот в оптике, может быть, кто-то уже до этого дошел, до этого явления. Полное отражение. То есть, что этим достигается? Если бы не было полного отражения, то лучи, которые наклонно в этой палочке распространяются, они выходили бы в наружную оболочку, и, значит, терялись бы. Эта энергия терялась бы. А вот за счет полного отражения весь этот свет остается внутри палочки, да, то есть этим повышается световая эффективность. Вот оно как. То есть и этот тоже глаз использовал совершенно разные оптические явления, оптические законы, а глаз все это использовал. А нам еще это предстоит понять. Ну и последнее. Вот сетчатка здесь показана, она вот такая вот кривая, правильно? Потому что вот здесь у нас глазное яблоко. Так вот, у линз существует такое искажение оптического изображения, кривизна поле изображения. То есть поверхность, на которой достигается наиболее резкое изображение, она не плоская, она кривая. Так вот, кривизна поле изображения вот этой вот линзы хрусталика, она согласована с кривизной сетчатки. То есть глаз внутри себя, он такой самосогласованный. Сетчатка подстроена под минимальные искажения хрусталика. Ну и еще можно еще и много также дальше рассказывать, да, вот насколько совершенно устроен глаз. Дальше поехали. Вот мы перешли к искажениям, да, к аберрациям. Вот, искажения изображения. Ну, все искажения называются аберрацией, да? Вот сейчас давайте следующий посмотрим. Аберрация оптических систем. Ну, мы, а хроматические аберрации, геометрические аберрации и дифракция. О хроматических, о геометрических мы скажем немножко, а вот о дифракции мы поговорим поподробнее. Из-за всех вот этих искажений, из-за всех вот этих искажений оптическая система создает изображение пятно конечного размера, даже если источник, да, предмет является идеальной точкой нулевого размера, да, все равно на сетчатке, да в любой оптической системе, изображением вот этого идеальной точки будет пятно конечного радиуса. На самом деле там гораздо сложнее, там оно может быть и не круглым, а и формы сложной может быть, ну, в это мы не будем вдаваться. Так вот, два слова о хроматических аберрациях. Это аберрации, связанные с цветом, ну, хром, да? Да, вот, кто-то, наверное, уже слышал слово дисперсия. Слышали, нет? Ну, вот видите как, о, народ, народ грамотный, да? Что это такое? Это зависимость показателя преломления от длины волны, от цвета, правильно? И вот если оптическая система рассчитана так, что вот, опять вернусь обратно, да, что вот тут резкое пятно создается для одной длины волны, то для всех других длин волн пучок этот будет собираться либо перед сетчаткой, либо после сетчатки. В любом случае, для всех других волн, за исключением одной, на сетчатке будет пятно конечных размеров. То есть, когда вы наблюдаете астрономические объекты, то есть в широком спектре, во всем видимом спектре, качество изображения там будет невысоким. оно будет гораздо хуже, нежели вы поставите перед вашим оптическим прибором светофильтр, который сужает вам проходящую полосу, сужает вам спектр проходящий, да? И вы наблюдаете изображение в узкой спектральной полосе. Так вот, изображение это, качество этого изображения будет лучше. Вы сможете видеть более мелкие детали. Вот оно как. Еще два слова, наверное, надо сказать, где цвет работает. Ну вот это я недавно узнал, да? Значит, есть такой прием просветления оптики. Ну, все, наверное, видели очки, когда на них слегка, это, светозащитные очки, да? Когда на них так слегка сбоку смотришь, они такой цвет дают в отражении, да? Что это значит? А это значит, на стекло нанесена пленка. Пленка толщиной, ну скажем, там, четверть микрона. Четверть микрона, да? Она обеспечивает нулевое отражение, ну и значит, она исключает блики в оптической системе, снижает потери, но только это происходит для определенной длины волны. Для всех других волн просветления здесь не будет. И вот я прочел, что, ежели оптика просветлена под длину волны максимальной спектральной чувствительности глаза, под зеленую, скажем, то желтые звезды видно хуже. То есть вы уже самые слабые желтые звезды уже не сможете увидеть. То есть этот эффект заметен. Вот что касается цвета. Дальше поехали. Геометрические аберрации, да? Геометрические аберрации – это, в общем-то, предмет изучения технической оптики. Вот этим сильно занимается, скажем, геодезическая академия. Там есть оптический факультет, но он сейчас, по-моему, называется институт оптики, да? Вот там работают конструкторы оптики, оттуда выходят в основном конструкторы оптики, да? И вот они в основном занимаются изучением геометрических аберраций. В школе об этом не говорится. Ну и ладно. Так вот, когда говорят, что, вот, скажем, линза, как у меня вот здесь идеально нарисовано, линза фокусирует пучок в точку или сферическое зеркало фокусирует пучок в точку, да? То для больших диаметров пучков это не так. Потому что, оказывается, разные лучи фокусируются на разном расстоянии от оси. И в результате в целом получается пятно конечного диаметра. Вот что создают геометрические аберрации. Как они зависят от диаметра, мы дальше посмотрим. Это для нас очень важно. Ну и, наконец, дифракция. Вот в школе дифракция изучается, да? Дифракция – это расплывание волн на препятствии. И совершенно неважно, какие волны. Волны на воде, звуковые волны, световые волны, да? А не все волны на препятствии расплываются. И это, в общем-то, проявление единства физической картины мира. Вот, собственно, что создает красоту физики, это прежде всего, наверное, раздел колебания и волны. Гюйгенс когда-то создавал теорию дифракции света, что наблюдая? Наблюдая волны на воде. Ну где, как ни в Голландии наблюдать волны на воде, правда? Вот, там каналов этих всяких много. И тихая вода, на которой вот там очень хорошо видно, вот как волны распространяются. Законы получаются совершенно, уравнения получаются совершенно одинаковые для волн разной природы. Вот, что вот здесь изображено? Здесь изображена дифракция лазерного пучка на малом отверстии. Центральный максимум, вот он здесь маленький, и окруженный кольцами. Ну это просто... Это, конечно, на выходе. Это на выходе, безусловно. То есть вы за экраном с маленьким отверстием, вы поставили другой экран, или поставили, регистрировали, скажем, фотоаппарат поставили и сфотографировали. Так вот, если вы... Ну это просто расплывание. Но если вы сфокусируете эту картинку, вы все равно получите, вы все равно получите, пусть малое, но именно такое же вот распределение интенсивности. То есть невозможно, невозможно из-за дифракции получить идеальную точку в изображении. Невозможно. Вот справа это как раз изображение точки, созданное фотографическим объективом. Видите, вот центральный максимум, центральный максимум, опять окруженный дифракционными кольцами. Ну и вот такая картинка, вот такая картинка создается для монохроматического излучения, то есть для излучения одной длины волны. Если у вас тут будет накладываться излучение разных длин волн, для них все будут свои радиусы, и тут будет просто расплывчатое пятно. То есть каждый из этих длин волн создаст свою систему колец, но размер этих колец будет разный. И при сложении вы будете видеть просто расплывчатое пятно. Вот оно как. Так вот, в расплывание кружка рассеяния, в расплывание кружка рассеяния, в плоскости изображения дают вклад как дифракция, так и аберрация. Вот тут бы написать было, да, эх, вот это я забыл. Значит, вот эта вот область, это дифракционная, когда очень большой, прошу прощения, аберрационная, вот когда очень большой диаметр пучка. Соответственно, диаметр линзы очень большой. То есть аберрация, то есть от размытия вот этого пятна пропорционально диаметру пучка в кубе. Вы увеличите диаметр пучка на линзе в два раза, а диаметр пятна в плоскости изображения у вас возрастет во сколько? В восемь раз. То есть это очень зверское искажение, очень сильное искажение. Интереснее вот эта вот область. Вот здесь работает в основном дифракция. Про дифракцию вы знаете, про дифракцию вы знаете, можно записать, кто не помнит, да, что чем меньше диаметр отверстия, тем больше угловая расходимость пучка. Чем больше диаметр отверстия, тем больше угловая расходимость пучка. Сейчас вы меня, небось, поправите и будете правы. Я вот про это думаю. Спасибо. Спасибо. Исправляем. Сейчас, подождите. Исправим сначала, да? Вот мы вот сюда идем, в меньшую сторону. Чем меньше диаметр отверстия, тем больше угол дифракции. Чем меньше диаметр отверстия, или чем, в скобочках, диаметр отверстия, в скобочках, диаметр пучка. То есть отверстие, через которое проходит пучок. Чем меньше диаметр отверстия, тем больше угол дифракции. Ну и что получается? Получается, существует какой-то оптимальный диаметр пучка, да? Оптимальный диаметр пучка, при котором радиус кружка рассеяния в плоскости изображения минимален. Так вот, оказывается, для глаза этот вот диаметр как раз 2 мм. Запишите, пожалуйста, при D, можно D глаза, или диаметр глазного зрачка, 2 мм. при D глаза, или там D зрачка глазного, 2 мм. Диаметр пятна на сетчатке минимален. И поэтому совершенно не случайно вот при работе с мелкими предметами, да, или вот при письменной работе, да, обеспечивает хорошую освещенность. При этой освещенности диаметр глазного зрачка вот 2 мм. Вы видите, так сказать, наиболее резкие детали, видите, да, у вас глаз при этом меньше всего напрягается. А давайте мы будем, это, в сумерках, да, когда у нас глазной зрачок 8 мм, будем мы чего-то читать. Ну, во-первых, мы с трудом видеть будем, так у нас еще все перед глазами будет расплываться, и глазу придется напрягаться. То есть вот такая вот хорошая освещенность, да, она обеспечивает минимальное напряжение глаза. Это очень важно. Ну, вот, если то, что вот существует такой, существует вот такой диаметр, при котором вот резкость изображения повышается, в этом очень легко убедиться. Тем, у кого есть там недостатки зрения, да, вот берете вот так вот перед глазом, ставите, пальцами делаете, отверстие примерно там 1-2 мм, ну, 2 мм, да, и вы увидите, что резкость изображения повышается. Вот так я, у меня зрение плохое, да, так я очень нерезко вижу вот эти вот там оконный переплет, а вот когда я вот в такое отверстие смотрю, я его вижу достаточно резко. это однажды я однажды я где-то там, ну, не помню, где-то там в зале в каком-то телевизор стоял, да, вот, ну, и тут народ сидел, смотрел, да, а мне было лень очки надевать, ну, я вот так вот перед глазами поставил и смотрел телевизор, да, резко видно, слышу дамы разговаривать, что это он делает, вторая, откуда я знаю, прокомментировать. Это вот этот значок означает пропорционально. Это значит, мы не записываем все коэффициенты, какие здесь нужны, мы записываем только функциональную зависимость. Так вот радиус кружка рассеяния обратно пропорционально. Ой, да, вот так вот. Надо же, интерактивная доска, да, а мы перед студентами все мелом, 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 да тряпкой. Так, значит, вот эта составляющая, она обратно пропорциональна диаметру, а вот эта составляющая, она пропорциональна диаметру в кубе. В кубе. В кубе. Аберрации, аберрации, они пропорциональны диаметру в кубе. Если вы, если вы увеличите диаметр кружка рассеяния, диаметр голосного зрачка с двух миллиметров до восьми миллиметров, то у вас аберрации возрастут, это во сколько там, четыре в кубе, в шестьдесят четыре раза. Правильно я сказал или неправильно? Да. Ну ладно. Так. Ладно, дальше поехали. Дальше поехали. Вот очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Разрешающая способность, ну, глаза. Разрешающая способность глаза. Вот распределение интенсивности в плоскости изображения мы с вами выяснили. Для каждой точки это вот такое вот расплывчатое пятно. Вот я вот, вот представьте, это один край этого пятна, вот оно вот сюда вот так, вот это вот одно пятно. Дальше. Вот это вот изображение соседней точки, вот такое вот расплывчатое пятно. Когда эти пятна накладываются и эти пятна, центры их достаточно близки, как это может глаз воспринять? Глаз это может воспринять как одну точку. В этом случае говорят, что глаз не разрешает, не различает соседние точки. Что? Если они достаточно близки, то глаз их, как две раздельные точки, не различает. В оптике принято говорить не разрешает. Значит, давайте запишем. Разрешение в оптике, да? Разрешение в оптике. Это способность различать изображение двух близко расположенных точек. Способность различать изображение двух близко расположенных точек. Разрешение в оптике – это способность различать изображения двух близко расположенных точек. изображения двух близко расположенных точек. Разрешение в оптике – это способность не разрешения двух близко расположенных точек. Поэтому характеристика любой оптической системы, хоть глаз, хоть фотоаппарат, хоть фотоплёнка, всё равно изображение двух соседних пятен, они рано или поздно, когда точки сближаются, они сольются, и эта оптическая система не будет их различать как две отдельные точки. То есть это очень общее такое свойство, разрешающая способность. Ну вот просто, давайте посмотрим ещё на эту картинку, просто большой интенсивности недостаточно, то есть большого сигнала, большой освещенности недостаточно, чтобы понять, что у нас здесь две точки. Сколько минимально точек, виноват, элементов фотоприёмника нужно, чтобы различить два максимума? Оказывается три, вот раз, два, три рядом расположенных элементов фотоприёмника. Почему? Потому что на два крайних попадают максимумы, а на средний попадает минимум. И когда глаз чувствует разницу в сигналах между крайними и средними фотоприёмниками, да, он тогда их различает как две точки. То есть нужно, и что оказывается, что оказывается, вот, то есть важен не только общий световой поток, важна контрастность сигнала. То есть контрастность, ну её может по-разному, по-разному её определяют, но в общем различие между максимумом и минимумом в световом потоке. Так вот, при пятипроцентном контрасте, то есть когда вот эта вот разница, когда вот эта вот разница, когда минимум всего на пять процентов ниже максимума, глаз начинает чувствовать с некоторой вероятностью. Иногда чувствует, иногда нет. Да, глаз, мы сейчас формулу запишем, которая вам нужна, да, глаз начинает чувствовать, что здесь могут быть две точки. При вот двадцатипроцентном контрасте, то есть когда вот этот минимум на двадцать процентов ниже максимума, считается, что глаз, ну, со стопроцентной вероятностью разрешает эти точки. И вот оказывается угловое разрешение глаза. Если это перевести в угловое расстояние между вот точками предмета, то разрешение глаза 120, деленное на диаметр в миллиметрах, угловых секунд. 120, деленное на диаметр глазного зрачка в миллиметрах, угловых секунд. Ну, если, как мы сказали, оптимальный диаметр глазного зрачка 2 миллиметра, да, что получается, 120 делим на 2, 60 угловых секунд, одна угловая минута. Вот наилучшее угловое разрешение глаза. То есть глаз разрешает, различает две точки, угловое расстояние между которыми одна угловая минута. На самом деле, на самом деле, из большого муторного дифракционного расчета, дифракция плоской волны на круглом отверстии, там функция эйри, там 1,22 лямбда на d, лямбда, деленное на диаметр, то есть вот такие вещи считаются. Ну, так сказать, в вузах, когда дифракцию рассматривают, там чаще всего рассматривают дифракцию на узкой бесконечной щели. Там просто получается лямбда, деленное на d. А при дифракции на круглом отверстии 1,22 угол дифракции, лямбда, деленное на d. Ну и вот это вот переведено, когда в угол, в пространстве предмета, вот получается 120, деленное на диаметр. Я, понятно, сейчас это дело все не могу воспроизвести. Ниже показаны вот варианты этой формулы, ну и вот этого верхнего коэффициента для разных критериев. Вот это вот 105, это, наверное, соответствует как раз 5-процентному контрасту. 120, как я сказал, соответствует 20-процентному контрасту. Ну и иногда, так сказать, завышают требования к оптической системе и закладывают 140, деленное на диаметр. Это уже варианты. То есть такая общепринятая, это 120, деленное на диаметр в миллиметрах. Причем, как мы с вами сказали, эта формула работает только, где она работает? Вот она вот здесь работает. То есть она работает в сторону уменьшения диаметра. В эту сторону она не работает. Там начинают резко расти аберрации. Так, опять вернулись, опять вернулись. Вот она. Так. Да, да. То есть гарантированно, гарантированно. Да, совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Ну так вот, оказывается, вот оказывается, вот этому вот угловому разрешению глаза, да, вот я говорил, соответствует минимальный радиус кружка рассеяния на сетчатке. И удивительное дело, вот этот радиус кружка рассеяния, примерно там 5 микрон, да, он как раз соответствует выходному размеру палочки на сетчатке. Вот это ещё один пример внутренней согласованности глаза. То есть выходной диаметр палочки, да, примерно 5 микрон, он соответствует минимальному радиусу кружка рассеяния в изображении точки на сетчатке. Вот оно как. Так, ну что, пора переходить к телескопам. То есть разрешение, если мы будем диаметр уменьшать, если мы будем, где, вот оно, если мы будем диаметр уменьшать, мы будем ухудшать разрешение. Разрешаемый угол будет увеличиваться. Нет выхода у глаза, да, вот только работать в области 2 мм и всё. Что делать? А вот для этого используют оптические приборы. Для повышения разрешающей способности используют оптические приборы. Телескоп. Вот простейшая схема любого телескопа. И вы когда будете на эти сложные рисунки там смотреть, хоть в Википедию там залезете, да, вы вот имейте в виду, что в основе лежит вот это вот. А это означает собирающая линзороскопа? Это могут быть разные варианты. Мы их дальше рассмотрим. Мы их дальше рассмотрим. То есть какая-то система лица? Какая-то система. Чёрный ящик. Но на входе параллельный пучок. И на выходе должен быть параллельный пучок. Потому что ненапряжённый глаз настроен на параллельный пучок. А уж как устроена вот эта вот оптическая система, дальше поговорим. Вот давайте рассмотрим телескоп Кеплера. Осевой пучок. Ну, я не знаю, если мы будем старательно перерисовать я же всё-таки эту презентацию оставлю. Наверное, не стоит сейчас так старательно перерисовывать, а? Я думаю, не стоит. Времени у нас нет, да? Давайте просто присмотримся к ней, да? К этому рисунку. Вот смотрите, ребята. Вот на входе параллельный пучок. Вот он на выходе параллельный пучок. Дальше у нас где-то вот здесь распространяется. А, вот это вот до глаза. Это глазной зрачок. Телескоп Кеплера состоит из двух собирающих линз. Первая линза что делает? Параллельный пучок собирает, ну, мы смотрим пучок параллельной оси, пока что, пока что, да? Параллельный пучок собирает этот пучок в одну точку, так сказать, в приближении геометрической оптики. Дальше этот пучок расходится. И если мы на пути этого пучка поставим вторую собирающую линзу так, чтобы фокус этой второй собирающей линзы совпал вот с этим, с центром пучка, что на выходе получится? На выходе получится параллельный пучок. Ну и вот первая линза называется объективом, вторая линза окуляром, или глазной линзой она называется. Первый объектив, второй окуляр. Так вот, у каждой линзы есть оправа, естественно, да? Которая и ограничивает пучок. Вот она вот здесь нарисована, вот эта диафрагма. И пучок, который пролез в телескоп, его диаметр ограничен вот этой вот оправой объектива. Дальше он идет, распространяется, и вот этот диаметр, соответствующий диаметру вот этому вот входному диаметру. Их отношения, ну дальше фору. Понятно, что тут из подобия треугольников. Отношение диаметров будет отношение фокуса объектива к фокусу окуляра. Правильно? Тут... Пожалуйста, а вот то, что называется фокусом, это какие-то царственные штаты, это те же самые? Нет. На очках ставится обратное фокусное расстояние диоптрии. Диоптрии – это единица, деленная на фокусное расстояние. Так вот, то есть диаметр ограничен, вот этот вот выходной диаметр, он ограничен фактически диаметром объектива. Но мы сказали, что вот у нас диаметр глазного зрачка, в общем-то, освещенность астрономических объектов, она маленькая, правда? Гораздо ниже, чем вот дневная освещенность. Что это значит? А это значит, что диаметр глазного зрачка будет большой. И если бы у нас пучок ограничивался глазом, то мы бы у нас на сетчатке были бы вот такие вот пятна вместо маленьких точек. Так вот, телескопы рассчитывают так, чтобы вот этот выходной диаметр был 2 мм, соответствовал оптимальному глазному зрачку. А каким будет глазной зрачок здесь диаметр, это неважно. Пусть он будет большой, он не работает весь. Вот оно как устроено. А в него проходит только вот пучок 2 мм диаметра. И он создает пятно минимального размера. Есть такое телескопы. Это вот осевой пучок. Дальше поехали. Дальше сложнее. Ха-ха-ха-ха-ха. Да? Значит, вот тот же самый черненькими обозначен, вот тот же осевой пучок. То есть, это... Не напрягайтесь, не надо. Но еще добавлен пучок из какой-то внеосевой точки. Ну, тоже он идет параллельно. Вот красным обозначен пучок еще из одной какой-то внеосевой точки. У нас два пучка идут. Мы же две точки рассматриваем. Вот одна у нас точка на оси, а другая внеосевая. И вот на выходе мы видим, что угловое расстояние, угловое расстояние между этими пучками намного больше, чем на входе. Мы увеличили вроде как угол между ними. И так, дальше поехали, следующее. И вот они, вот эти вот формулы. Значит, вот, да, видимое увеличение телескопа, вот то, что на телескопах пишут, скажем, 60. Или на биноклях пишут... Бинокль — это ведь два телескопа рядышком, да? На биноклях пишут плюс 8. Что это такое? Плюс 8. А это отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра. И одновременно, как мы с вами выяснили из предыдущего рисунка, это отношение диаметра объектива к диаметру выходного пучка. То есть, вот то, что пишут на биноклях и на телескопах, это отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра. Можно я попробую сказать? Что? Можно я попробую сказать? То есть, их выяснили из предыдущего рисунка по равномерности на D? Каждая из этих формул, она оказывается полезна. Понимаете? F — это фокусное расстояние. Это выходной, вернусь обратно. Вот он у нас, эх, вот здесь вот нету, вот здесь надо было D-выходное поставить. Слушайте, я не ту... Ёлки-палки. То есть, исправить исправил, но сюда это моё исправление не вошло. Жаль. Вот D-выходное, вот он. Вот это вот D-выходное. Вот это... Ой. Вот это вот D-выходное. Это вот D-выходное. Прошу прощения, исправление сюда не дошло. Так вот, тут ничего, кроме подобий треугольников, нет. И оказывается, вот все вот эти три формулы между собой связаны. Отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра равно отношению диаметров пучков, и оно же, оказывается, равно отношению угловых размеров. Это на выходе, а это на входе. То есть, нам, вот если написано на телескопе 60, то он в 60 раз увеличивает угловое расстояние между видимыми точками. И значит, он нам в 60 раз, вообще говоря, повышает нашу разрешающую способность. Вот оно как, да? Так, и вот что получается? Где это? А, вот здесь, да? А, ну вот оно, да. То есть, здесь, вот здесь выходной угловой размер, деленный на видимое увеличение телескопа, это есть входной угловой размер. То есть, или по-другому можно сказать, мы сможем увидеть, разрешить две точки расстояния, угловое расстояние между которыми, скажем, в 60 раз меньше этой самой нашей угловой минуты, да? Получается, мы можем различить две звезды, между которыми угловое расстояние, одна угловая секунда. Вот что нам дает телескоп. Так, есть такое ощущение. Дальше поехали. Дальше поехали. Ну и вот получается разрешающая способность телескопа, если там формулы подставить, да, то это эти самые 120, деленные на диаметр объектива. Деленные на диаметр объектива. Получается, омега, это входной или не входной? Это входной. Это входной. Угловые секунды. Так, пять минут, ладно? Есть такое, да? Вот, ну и два, опять же вернусь вот к этой формуле на секунду, да? Значит, какими путями мы можем увеличивать увеличение телескопа? Мы можем уменьшать фокусное расстояние окуляра, делать короткофокусные окуляры, но при этом у нас диаметр выходного пучка будет уменьшаться, да, и он будет меньше двух миллиметров, и у нас пятна на сетчатке будут расплываться. То есть, лёлик, это не наш метод, да? Таким путём нельзя повысить разрешение, там дифракция будет сильно ограничивать. Вот именно по этой причине делают телескопы с очень большим фокусным расстоянием объектива и, соответственно, пропорционально большим диаметрам фокусирующего элемента, линзы или зеркало. Вот эти вещи связаны пропорционально. Нельзя сделать длиннофокусный объектив вот такого вот диаметра. Вы на выходе получите вот такой вот узенький пучочек с соответствующей высокой дифракционной расходимости. Значит, диаметр объектива телескопа должен быть таким, чтобы на выходе был пучок 2 миллиметра. И вот как хотите, так и это делаете. Поэтому большие диаметры объектива, большие фокусные расстояния. Другая схема, линзовая тоже, телескоп Галилея. Вот здесь первый объектив, он всегда собирающий. А дальше стоит рассеивающая линза. Сфотографируйте, конечно. Но я презентацию оставлю. Я думаю, она до вас дойдет. Фокус рассеивающей линзы, он вот здесь расположен. И если мы поставим эту рассеивающую линзу в сходящийся пучок, то она его преобразует в параллельный. Вот мы с рассеивающими линзами как-то их тяжелее воспринимаем. Я студентам всегда заставил студентов выучить. Что делает рассеивающая линза? Они дружно отвечают. Рассеивает. Помогает. Помогает разобраться. Вот телескоп Галилея. Точно так же на входе параллельный, на выходе параллельный. Дальше поехали. Ну вот теперь переходим к зеркальным системам. Рефлектор Ньютона. Это я уж прямо взял из Википедии. Значит, что здесь? Вот он идет, параллельный пучок. Вы сейчас уже это дело легко разберете. Вот идет параллельный пучок. Вот стоит фокусирующее зеркало. Да, вогнутое. Да. Вот отсюда идет пучок, вот отсюда идет пучок. Вогнутое зеркало. И оно перед собой, вот оно бы вот здесь собрало этот пучок. Вот бы был фокус этого зеркала. Вот она точка. Но мы на пути этого пучка поставили маленькое, маленькое поворотное зеркало, которое нам вот этот вот сходящийся пучок выводит вот сюда. И что дальше? А дальше к нему, представляете, окуляр любой. То есть окуляры, как правило, во всех этих рисунках не нарисованы. Только фокус вот нарисован. Представляете, к этому фокусу окуляры, и все, и дальше у вас будет на выходе параллельный пучок. Вот телескоп Ньютона. Ну, надо сказать, что цена, вот цена здесь все-таки, пучок у нас частично затеняется. И это, в принципе, ухудшает, усиливает дифракционную расходимость. А она делает более сложной ее. То есть, если бы был просто пучок вот здесь фокусировался в пятно, мы бы получили один радиус. Но вот из-за этого у нас ведь получается пучок кольцеобразный сюда проходит, правильно? Вот сюда, до этого зеркала, проходит кольцеобразный пучок. Тут бы по-хорошему нарисовать вот так вот, что вот это зеркальце нам ограничивает. И это, да, создает дополнительную дифракционную расходимость пучка. Что? Этих систем, зеркальных, зеркально-линзовых, многие десятки. Если не сказать сотни. Ну, много десятков, это точно. То есть, вы сейчас возьмете и выдумаете свою зеркально-линзовую систему телескопа. Ну, молодцы будете. Дальше поехали. Еще вот чаще используется телескоп Кассегрена. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Вот идет входной параллельный пучок. Стоит собирающее зеркало. Это собирающее зеркало, да. Оно, представьте, вот оно бы все целиком было, ну, как в телескопе Ньютона, да. Оно бы собрало пучок вот здесь. Но в той области, где он сфокусирован, где пучок уже частично сфокусировался, ставят еще одно зеркало. Вот тут или плоское. Тут, по-моему, оно тоже сферическое. То есть, оно пучок удлиняет. А, видно, что оно сферическое и выпуклое. Почему? Потому что, вон, видите, где точка сходимости пучка, да. То есть, это зеркало, его немножечко, сходимость этого пучка, да не немножечко, а в несколько раз сходимость этого пучка уменьшила, да. Значит, а вот здесь, вот здесь, ставьте, это фокус всей этой системы, здесь ставьте окуляр. Вот это одна из самых распространенных систем телескопа, рефлектор Кассегрена. Система Кассегрена. Ну вот, два слова буквально. У вас могут быть там задачки, могут быть задачки про проницающую силу телескопа, да. Вот, понимаете, это два разных, хотя и связанных между собой понятия. Разрешающая способность и проницающая сила. Разрешающая способность, это способность разрешить две точки. Вы их обе, что это значит? А вы их, значит, уже обе видите хорошо, и они у вас могут быть, может быть, только сливаются в одну, да. А что такое проницающая сила? А это минимальная, наверное, освещенность или минимальный световой поток, начиная с которого вы точку эту вообще видите. То есть вы чего-то там начинаете на уровне порогового восприятия эту точку видеть. Вот отсюда вытекает понятие проницающая способность. То есть проницающая сила телескопа. Проницающая способность. Проницающая сила, пардон, да. Проницающая сила телескопа, это минимальное освещение, которое есть в телескопе. Вот тут написано, это звездная величина наиболее слабых звезд, видимых с помощью телескопа при наблюдении в Зените. Вот что такое проницающая сила. Может быть, у вас будут задачки на эту тему? Разрешающая способность, это способность различить две точки. Можно в конце добавить, как две отдельные точки. Чтоб еще понять не стало. Ну вот, собственно, значит, еще раз спасибо вам, что поправили, да. Вот, и вам спасибо за ваш вопрос, да, откуда взялось 120, да. Это большущий там дифракционный расчет. Все, ребята. А вот это наш, что такое апертура? Вот апертура, диаметр. Апертура по латыни или по итальянски, это дырка. То есть получается, это диаметр? Это диаметр, да. Это диаметр объектива, да. Это диаметр объектива. Так, все я, все. Так, вот, и это да. Спасибо.